Когда-то здесь была трава по пояс, теперь золотарник по грудь. Вообще, золотарник или солидага – гость из Северной Америки. В США и Канаде растет в диком виде. В Европу когда-то завезли в декоративных целях. Ну, растение очень неприхотливое, ему тут понравилось, в общем-то, солидага и распространилась. И теперь, в общем-то, в Европе, в Китае, во многих странах, в том числе у нас в России, золотарник или солидага – это злостное инвазивное растение. Ну, то есть, растение, которое вытесняет местные виды, меняет экосистему, и золотарникам, в принципе, надо бороться. Как бороться? Ну, достаточно сложно, если на даче, ну, косите, выкапывайте, если в дикой природе, но остается только кошение, причем регулярно, не то, что там раз-два покосил и все. Надо раза четыре за сезон, и так, в общем-то, постоянно так мы немножечко золотарник задавим. Ну, теперь надо про золотарника несколько добрых слов сказать. В принципе, золотарник – очень неплохой медонос. То есть, где-то 150-160 килограммов меда от зга можно собрать. Так что, ну, вот хотя бы что-то. Это первое. Второе – золотарник – очень неплохое лекарственное растение. Но я не специалист по лекарственным растениям, поэтому ничего советовать не буду. Можете сами посмотреть. В принципе, если увлекаетесь именно собирательством лекарственных растений, вот золотарник – одно из них. Ну, и, конечно, в принципе, золотарник можно вырастить на даче как декоративное растение. Только не вот этот вот золотарник – это золотарник канадский, а золотарник гибридный. То есть, специальные садовые растения, они тоже достаточно неприхотливы, но они совершенно такие вот очень красивые, ярко-желтые формы. Попробуйте, вам понравится.